Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня снимаю такое видео по чистке монет. Будем чистить серебряные монеты средством Shine Coins для чистки серебряных монет. И посмотрим, насколько хорошо оно справляется со своей задачей. Специально подобрал монеты разной степени загрязнения. На опыте у нас будет чешуйка, 3 пражских гроша и ранний советик 10 копеек. Посмотрим, насколько хорошо данное средство. В инструкции написано налить средство, уложить монеты и подержать их от 5 до 10 минут. Взял специально шприц, набрал 12 миллилитров. Я считаю, этого вполне будет достаточно для наших монет. Монеты тонкие. Чтобы зря не переводить средство, возьмем его как раз по норме. Укладываем наши монетки. И обязательно закрываем бутылку, чтобы не перевернуть. Сейчас посмотрим, за реакцией монет, насколько хорошо они очищаются. Прошло 5 минут. Завоняло сероводородом. Пошла вот какая-то реакция, пузырьки. Но не от всех монет. Сейчас их немножко поворочу. И посмотрим, что будет дальше. Как бы что-то начинает отходить. С этой стороны уже получше стало. Чернота немножко начала съедаться. Засекем еще 5 минут и будем смотреть дальше. Прошло еще 5 минут. Я вижу, монеты немного очищаются. Сейчас опять их поворочу. Снял крышку. Такой вот сразу резкий запах сероводорода. Опять переворачиваем наши монетки. Засекаем еще 5 минут и продолжаем дальше. В средстве написано 5-10 минут. Но, как видите, 10 минут для данных монет очень мало. Особенно вот эти, которые темная чешуйка черная, пражский грош. Эти все монеты, кроме ранних советчиков, были найдены в воде, в реке. Засекаем 5 минут. Прошло еще 5 минут. Итого прошло 15 минут. И видим небольшие изменения в монетах. Грязь как бы размякла. И вот. Если царапать деревянными палочками, то немножко слетает этот грязный налет. 10 копеечек ранних советов тоже потихоньку очищаются. Опять переворачиваем. Под чешуйкой видим. Налет отлетает. Но нет еще такой вот глубокой очистки. Как написано на данном средстве. Средство глубокой очистки для серебряных изделий. А это монетка. Не знаю, как она обрела такой слой патины. Загрязнений. Но еще пока что отходить не хочет. Подержим еще. Минут 10. Не меньше. И будем смотреть. Попробовать прочистить их щеткой. А потом опять замочить фоствор. Кислоту. Засекаем 10 минут. Прошло еще 10 минут. А теперь я вижу, что средство начало более не менее хорошо работать. Посмотрим. Посмотрите. Вот вся эта грязь уже отваливается. Очищается. Пишите и вы, друзья. Чем вы чистите монеты. Как чистите. Ваши способы. Очень интересно. Я обычно серебро вот чищу лимонной кислотой. Вываривал в лимонной кислоте. Может и вы знаете какие-нибудь интересные способы. Поэтому, пожалуйста, делитесь в комментариях. Пишите. Как говорится. Комментарий написал. Серебришко. Нашел. Вот интересно. Способов очень много. У каждого они разные. Поэтому интересно узнать, как люди чистят свои находки. Вот уже вот эта вот закоревшая монета начала очищаться. Средство работает. Конечно, не так, как написано в инструкции. Но все же, все же работает хорошо. Вот эти вот, что остались налеты, лимонная кислота не сняла. Хотя варили долго. А тут вот посмотрите. В 20-25 минут полежала в растворе монета. И начала очищаться. Очень приятно. Ну, оставим. Пусть полежит еще. Посмотрим чешуйку. Ну, чешуйка не хочет почему-то очищаться. Что с ней не так, как она так могла закорить, неизвестно. С этой стороны очищается. С той стороны пока не хочет. Ладно, пусть подлежит еще. Более-не-менее отходит. Перевернем. Перевернем. Пусть очищаются. Макают. Еще минут 10. А с этой стороны вот не хочет. Смотрите. Тру-тру. Вообще не отходит. Интересный налет. Ну, прошло уже полчаса. Подержали наши монетки мы достаточно. И теперь пойду промою их под холодной пропущенной водой. При этом буду использовать такую специальную щеточку для чистки монет. Я думаю, смысла уже держать больше получаса нет. Посмотрим, насколько очистились монеты за полчаса. Конечно, если их держать дольше и дольше и дольше, они очистятся до конечного результата. Ну, мне интересно посмотреть, какие они получились на данный момент. Так как все-таки в инструкции написано до 10 минут. 5-10 минут. А мы уже подержали полчаса. Ну, вот, собственно говоря, промыл монеты водой. И вот, что у нас получилось в итоге. Что хочу сказать. Монеты очистились довольно неплохо. Полчаса полежав в жидкости, в средстве для чистки, вся грязь с них отошла. Я хочу заметить, что до этого они вываривались в лимонной кислоте. И оставались вот такие вот грязные, с непонятным черным налетом. Вот здесь еще налет остался в рельефе. Но самая грязная монетка, которая у нас была с этой стороны, хорошо очень все отошло. Ну, а здесь, я думаю, если бы мы еще минут 20-30 подержали ее в растворе, она бы и с этой стороны хорошо бы до конца очистилась. Лучше всего очистился ранний советик. Но он, в принципе, и был более-менее самый чистый. Вот, а чешуйка почему-то не захотела до конца отходить. Но все же приобрела более интересный вид. Попробую еще потом подержать ее в растворе. И посмотрю, я надеюсь, она отойдет так же. Ну, а вы, друзья, думайте сами для себя. Нужно такое средство, не нужно. В принципе, мне оно понравилось. Как бы такая грязная монета. И довольно неплохо очистилась. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч!